Начали! Всем привет, ребят! Сегодня у нас набор Огненный дракон Кая И это последний набор С золотой лего мини фигуркой Ниндзя Ух, мы собрали Всю коллекцию А также мы вам сегодня покажем дракона Ну, в нем есть несколько нюансов Из-за его ног, из-за его головы Но, все равно В конце ролика я вам скажу Как он мне понравился или нет У него просто уникальная лапа На которую вы обязательно обратите внимание Ну и, конечно, невероятно Оранжевые крылья Мы сравним его с драконом Ллойда Сравним с матерью всех драконов И посмотрим фигурки А также Обязательно разглядим и золотую нею И посмотрим, как изменились Зейн, Кай и Витлаж За три года Так что оставайтесь с нами Сегодня будет супер Посмотрите, какой красивый дракон Он просто невероятно стильного лет Его голова, к сожалению, выглядит меньше туловища Но, все равно, он выглядит отлично Седло, да, на шее у него Снимаемые крылья, которые сдвигаются Ну, это вроде очевидно Ну и золотая нефа Все это сделано по первому сезону Неи из серии наследия Зейн Кай И Вайблаж Все эти фигурки были выпущены ранее Кроме Золотой неи Я правильно понимаю, что этот набор Это ремейк набора многолетней давности Да, Храм Огня Только там, этот дракон Он шел вместе с большим-большим храмом А здесь все внимание уделено дракону И сейчас мы откроем этот набор И все вам подробно покажем Пятый пакет Вот так вот, да Здесь будет целых пять пакетов Третий пакет Четвертый пакет Такая вот очень большая, но не очень длинная инструкция Первый пакет Какой разноцветный, смотри Да Такие вот наклейки огненные На этих наклейках есть Флаг Кая И части видно дракон А также, как я понимаю Два крыла Второй пакет И все Будем собирать? Да На самом деле, первоначальный дракон Ремейк, которого мы, собственно, сейчас собираем Был вот таким Этот дракон Он выглядит простовато Наверное, потому что Весь набор больше уделяли изнанку А дракон, он был просто как охрана Набор, который ходил от дракона Назывался Храм Огня Выпущен был в 2011 году И состоял из 1180 кубиков Вот так вот изменилась голова за 10 лет Из одной такой большой, цельной детали В более маленькую и более подвижную часть Она стала, ну, просто, не знаю Раза в три, наверное, да, больше? А вот новая и старая Это две разные вещи Но все основные черты очень похожи И нос И вот эта вот Бородка снизу Да, вот это Такие зубастые оба Это Золотая Ния Ния из серии Наследие Наследие в честь десятилетия Лего Ниндзяга, да? Ну, Ния Складка с двумя мечами Причем золотая складка Волосы в виде вот такого хвостика, да, сделаны? И такая вот голубая маска Так Ния выглядит без своей брони Ну, обычное лицо Что меня, честно говоря, расстроило Потому что у всех, у всех вот Ниндзя золотых Одно и то же лицо Мастеру это исключение И лица у них у всех желтые А не золотые Вот это немножко досадно, да? Почему все-таки Только у мастера Ву лицо золотое А у всех остальных лица Обыкновенные Такие же, как у стандартных мини-фигурок Да, Тимка? Да И это как-то не очень прикольно В данном случае костюм Стандартный для всех золотых мини-фигурок Ноги, я знаю Ты говорил, что у них у всех одинаковые ноги Да, Ния ушла куда-то в океан Поэтому что с ней будет дальше Нам пока неизвестно Сейчас вы увидите настоящую параллельную реальность Перед вами все три фигурки из этого набора Обратите внимание, именно лицо Зейна Оно роботизированное Такое стальное, да? Серебряное Да И меч у него за ключами тоже серебряный А вот теперь Все изменилось Кроме Вайтушинка У Зейна появилось нормальное лицо А также у него появился золотой меч В это время у Кая появился тоже золотой меч За место серебряного Это фигурки Уже из 2019 Ну, не знаю, 2020 годов, да? Да Мы думаем, что они входят в монастырь кружицу И, ребят, у меня к вам один очень большой вопрос Если этот дракон, он посвящен первому его сезону Пилотному только Когда еще никто даже не мог придумать То, что Зейн, он робот Тогда почему у него роботизированное лицо? На этот вопрос мы с Нимкой пока не можем дать ответа Здесь вот такие три мини-фигурки То, что они повторки Ну, в этом нет ничего страшного Все равно фигурки интересные, да, Нимка? Да Перед вами окончательный вариант Огненного дракона Да Это ремейк набора 2011 года Десять лет спустя Леговцы выпускают новый вариант И это, можно сказать, историческое событие Десять лет нельзя, да? Да И эти десять лет не сделали ни одной похожей версии на это Если спросить у меня, какие еще у меня есть драконы с мягкими крыльями К тому же раскладывающими То я бы сказал, что это дракон Ллойда Этот дракон Эннаджи Ллойда похож тем, что у него тоже есть вот такие вот крылья Они тоже матерчатые, мягкие И они могут сгибаться И они сделаны на таких же вот пальцах, что ли? Есть каркас, который может сгибаться и разгибаться Они именно по устройству крыльев сделаны достаточно похожи Крылья вот на таких вот растяжках Оба матерчатые Смотрите, как красиво выглядят У них одинаковые практически лапы Посмотрите, здесь вот такие вот черные, золотистые лапы А здесь точно такие же, ну, немножко черно-белые Ноги сделаны по тому же самому признаку Черный расходящийся уголок, да, здесь И здесь тоже одинаково так же сделано И тут ноги не могут поворачиваться Да Стоит делает самый большой негас Да, они закреплены плотно Они взяли вот такие вот крепилки И сделали два слоя И взяли вот такие вот штуки, которыми они крепятся Понятно Взяли и прицепили Понятно Понятно, что при такой конструкции они просто в принципе не могут Не имеют никакой подвижности, да? Да, это уже как-то вообще неинтересно становится Это не шарниры, которые были сделаны у матери всех драконов? Там можно было нормально двигать ноги А тут он, ну, просто вот так вот был как стоять А здесь они были сделаны на шарнирах, видишь? Они могли крутиться Хусты у них сделаны почти что по одинаковому Но только у дракона Ллойда есть сюрприз Он может из хвоста стрелять Тут есть шутеры Да, это была интересная задумка А тут никаких шутеров нет Он может только сбивать Седло вот здесь вот было на шее дракона А тут на спине А тут на спине А также сзади был еще ящик И сверху был фонарь По конструктиву они даже тоже похожи между собой Вот здесь вот так сделаны Только у нас здесь седло более такое роскошное И им можно управлять Ну и механизм крепления крыльев немножко изменился Здесь он тоже был шарнирный А здесь шарнир, но не шаровый А другой вот такой вот Интересный, более современный, да? Наверное, так скажем? Ну, да А так в целом они, посмотрите Очень между собой похожи И в них очень много общего Шея, голова Гая гораздо больше Но с головой у него что-то не то Потому что у него голова маленькая Даже у этого голова была где-то больше Ну вы видите, да? Что леговцы нашли какое-то свое Альтернативное решение головы То есть они не стали делать голову сборной Они ее сделали целиковой Сейчас, наверное, леговцы будут все полностью голые Вот такие делать Почему? Ну, потому что это выгодно И не надо тратиться на детальки И более красиво, может быть, получается? Ну да, сразу все принты нанес И все Спереди мы видим вот такую золотую вот чешую Если так можно сказать Видите, да, ребят? И здесь вот тоже приблизительно так же реализован Ну, немножко с помощью щитов, да? У дракона огнякая Крылья раскрываются вот так Видите? Оно большое Красивое Яркое Оранжевое А у дракона Ллойда Вот так Тоже Чуть поменьше Но зато золотое Длинное и золотое Длинное и золотое И можно еще колоть Вот такое вот полотно Оно очень яркое Посмотрите, какая красивая разрисовка Черный, красный, бордовый, оранжевый цвет Так, короче Да Ну, а с другой стороны оно Никакое Обыкновенное, да, такое И это просто ткань Шостковатая У него Очень длинные лапы И на ней закреплены крылья Посмотрите, ребят Тимка показывает вам Очень хорошо Видно, как бы Как это выглядит Вот такие вот Длинные-длинные лапы Вот они Прямо здесь вот так вот Заканчиваются И вот так вот Идут-идут-идут Прямо вот До самого тела Если бы не эти лапы Тогда бы Все развалилось Да Он бы не стоял на ногах Он все время падает Нет, как мы вам показывали И вот эти вот длинные лапы Они специально нужны Чтобы этот дракон не падал Мне кажется Таких вот Длинных лап все-таки Никогда не было Это вот Именно Это похоже на какого-то чужого Или даже Повыше похоже На дракона Из хоббитов Дракон Смагова Который сидел на золоте У него точно такие же были Передние длинные лапы Не помнишь такого? Да, помню Раньше голова-то была нормальная Зачем они ее уменьшили? Да, Тимка? Не понятно Ну да, я не понимаю Но зато Зато Сам по себе дракон Вот именно в целиком Смотрится очень оригинально Ярко Сочно Красиво Так впечатляюще, да? Просмотри, как он проработан Достаточно детально У него интересные золотые когти Интересные вот эти Крылья Ну, хвост хоть и простой Но тоже неплохой Ну, вот Неожиданным было бы Для нас Ну, если бы не лапы задние То это бы супернабор был бы Мне кажется, что она действительно оригинальная Потому что если мы будем ее сравнивать с обыкновенным драконом Ну, например, с матерью всех драконов, например Если мы сравним ее Ну, будет сразу понятно, у кого будет перевес Да? У кого? У матерью всех драконов Это же величайший самый дракон Как они и похожи, и не похожи одновременно, да, получается? Наверное, все-таки Больше всего мне нравится матерью драконов Потому что это такой большой дракон И у него очень длинные и красивые крылья К тому же у матерью всех драконов Просто гигантская голова с рогами А у дракона Кая голова Малюсенькая Да И сам по себе тоже дракон Ну, наверное, будет поменьше значительно в размере Посмотрите, он совсем смотрится совсем небольшим Но он другой дракон Дракон, у которого длинные передние лапы И это, наверное, его основная особенность На этом я с вами пришаю Всем пока Спасибо, Тимок, за рассказ Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok